На восьмую по счету сессию к рассмотрению вынесли 13 серьезных докладов. Первым и, пожалуй, самым солидным можно назвать доклад начальника отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Брестского грузполкома Ирины Мокота о совершенствовании работы с населением. Пожалуй, это одна из главных тем нынешней сессии. Закон об обращении граждан работает. Это самый, по моему мнению, изученный закон нашим населением. Они знают, как правильно обратиться. Больше всего обращений поступает по жилищно-коммунальному хозяйству. Вы видите, какие огромные работы проводятся в городе. Капитальный ремонт, ремонт жилфонда. Естественно, наши люди, наши граждане брещане хотят, чтобы было максимально выполнено количество работ. Сегодня в Бресте создана эффективная, действенная мера работы с населением. Только за прошлый год в горосполком поступило порядка трех тысяч обращений, и каждое было рассмотрено. Кроме этого, регулярно проводятся личные и выездные приемы граждан. Чаще стали проводиться встречи с населением в трудовых коллективах. Эффективно работают прямые телефонные линии. В 2018-м с проблемами и предложениями к руководителям города дозвонили 770 человек. 70% вопросов были решены. Система работы с населением налажена, но есть и недостатки, которые следует решить. Порой в силу объективных причин, в силу субъективных причин. Ну, можем даже говорить о кадровом иногда потенциале, что обращения, которые должны быть, например, рассмотрены в 15-дневный срок, они у нас затягиваются на рассмотрение до месяца. Но это обязательно подтверждено тем, что выезжаются, встречаются с заявителями. Порой решаются какие-то финансовые вопросы, чтобы удовлетворить, разрешить положительно вопрос заявителя. Депутатам предстояло рассмотреть много вопросов. Каждый был разобран в коротких выступлениях докладчиков. Задача – учесть интересы каждого. Доклад начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Брестского грузполкома Сергея Лущика о безвозмездной передаче объектов государственного имущества и развитии инфраструктуры новых микрорайонов. В рамках строительства объектов юго-западного микрорайона номер 4 были построены объекты инженерно-транспортной инфраструктуры. В частности, это диспетчерская Брест-Лифтов и повысительная насосная станция. То есть они в составе одного объекта были два помещения. Объекты все были переданы, данные на баланс водоканала. И уже сейчас, получается, в рамках исполнения законодательства наш городской совет депутатам может принять решение о безвозмездной передаче собственности города Бреста в собственность негосударственного предприятия изолированного помещения. Народные избранники рассмотрели целый блок достаточно сложных вопросов. Конечно, все будут проанализированы и решены, но, учитывая напряженность юбилейного года, основным направлением работы сегодня депутаты считают улучшение праздничного городского климата. Работа депутата разноплановая, направлена на помощь населению в разрешении каких-то таких социальных вопросов, начиная, я говорил, с ЖКХ, здравоохранения. Например, у кого-то человек не согласен с пенсионным обеспечением, по каким-то вопросам не учли. Вот это для нас, для всего депутатского корпуса является важным. Ну, самый острый вопрос – это участие всех каждого жителя города Бреста в подготовке и достойном проведении тысячелетия города Бреста. Это самое наиважнейшее. И при этом надо учитывать то, что мы являемся культурной столицей СНГ. Вот это самое главное.